Впервые в истории президент пообщался с украинскими полярниками, которые работают в Антарктиде в режиме реального времени. Это произошло в 25-ю годовщину основания украинской станции «Академик Вернадский». Владимир Зеленский по видеосвязи поговорил с участниками 25-й антарктической экспедиции, поблагодарил их за работу и поинтересовался, какие улучшения необходимы. Я хочу вас всіх привітати, подякувати від кожного українця за те, що ви робите велику справу, за те, що ви робите українську справу в світовій історії. Ви робите велику роботу, відкриття, щоденну роботу для науки. Ми зі свого боку хочемо і будемо підтримати кожного з вас. Ви стали першим президентом, чий голос українські полярники чують вживу, онлайн. Я маю за честь запросити вас в один із наступних років стати першим президентом, який відвідає найвіддаленші куточки України, нашу полярну станцію. Президент Владимир Зеленский также в честь юбилея вручил государственные награды українським полярникам, в частности орденом Ярослава Мудрого третьей степени наградил директора института биохимии Сергея Комисаренко. Он был первым послом Украины в Великобританию и поспособствовал передаче нашему государству британской антарктической станции Фарадей. О юбилею украинской полярной станции академик Вернадский сегодня узнал весь мир. Гугл посвятил юбилею дудл с изображением станции и пингвинами. Чем уникальна станция и причем здесь фунт стерлингов знают мои коллеги. За 17 тысяч километров от Киева, там где 300 дней в году солнце не выходит из-за туч, расположена единственная украинская антарктическая станция «Академик Вернадский». Уникальный научно-исследовательский объект. Сегодня станции исполняется 25 лет, а четверть века тому назад здесь базировались британские ученые. Их станция называлась Фарадей, но англичане построили новую, а старую за один фунт стерлингов отдали Украине. Теперь здесь круглый год есть люди, обученные полярники и настоящие ученые. Через два месяца завершится 25-я экспедиция. Эта семья из этой экспедиции ждет возвращения своего полярника. А он сейчас на острове Галиндес, за 100 километров от полярного круга. Для того, чтобы все желающие смогли увидеть, чем живут полярники, в Киевском музее науки открыли выставку. Здесь в подробностях рассказана история передачи станции. 20 уникальных фото о жизни и исследованиях украинских ученых в Антарктиде. 3D-фотозона, видео о природе Антарктиды и полярные артефакты. Выставленный образец костюма. В таких ученые исследуют шестой континент. Это, фактически, споряджение 25-я экспедиции, полностью как оно есть. В 26-ю будет очень близко до этого. Я вам скажу, за винятком этих ботов, боти и импортные. Все-таки, на морозе минус 30 в Украине просто никто не вырубляет, потому что нет такого, скажем, великого попиту. А все решта полностью, от шкарпетов в середине этих ботов трекинговых и закинчивая курткой, термобилизмом, все шары термобилизмом, все. Короче, это все, только наших украинских виробников. Украинские полярники называют станцию Вернацкий «жемчужиной». Два последних года ее модернизируют. Ученые мечтают о новом ледоколе и современном оборудовании. Станция обновляется, а традиции остаются. Каждую субботу все участники экспедиции переодеваются в деловые костюмы, надевают галстуки и собираются вместе в гостиной. Говорят, чтобы среди айсбергов и пингвинов не одичать.